Сейчас мы поговорим немножко про творчество Ивана Ивановича Хохлова. Что за автор и почему такие сюжеты? Иван Иванович Хохлов всю жизнь проработал иллюстратором разных в основном детских книг, детских сказок известных авторов, как русских, так и зарубежных. Он иллюстрировал и народные сказки, и сказки братьев Гримм, и другие. И с Хохловым интересна такая история, что он после того, как перестал уже иллюстрировать книги, он обратился к их написанию. Сначала, выйдя на пенсию, он создал свою такую авторскую сказку в картинках, которую назвал «Пони и зайка на острове сказок», а потом они с женой вместе, я так думаю, даже написали для неё текст. И вот, например, на этой работе мы можем увидеть, что на обороте есть... Ещё один сказок. Да, Гномик – это персонаж другой авторской сказки, которая называется «Весёлые гномы». Когда я впервые узнала о том, что существует такое изображение на обороте этой работы, для меня это... Ну, я восприняла это скорее как такой авторский подарок, сюрприз, потому что сам этот гном очень такой симпатичный, уютный, детский. И для меня это было именно, что это такой вот какой-то секретик, который автор оставляет на обороте работы. Но я так понимаю, что всё-таки, скорее всего, это начало рисунка какого-то или проба нарисовать что-то, да, и что дальше не стало развиваться. Но бумага потом была использована для создания другой композиции, другой сказки. Как ты считаешь? Ну, по большому счёту, мы можем об этом только догадываться, возможно, да, ты права. Вот как раз пример того, как художник не может остановиться и тренируется на обороте другого листа. Вот этот шарж на обороте, иначе не назовёшь, на обороте работы, которая называется «Спасение Струдельки из болота». Струделька – это ещё один, я так понимаю, ключевой персонаж Пони и Зайки. Из того, что мы обсуждали и пытались выяснить, мы не знаем, собственно, на обороте, кто изображён, хотя этот персонаж мог бы вполне быть участником этой сказки и оказаться на лицевой стороне. Так и есть. С одной стороны, напрямую такого персонажа в тексте сказки нет, а с другой стороны, вот этот компилятивный характер образа, он очень характерен для этой сказки. Здесь образ человека и птицы, да ещё с гитарой и попирающей некую книгу, видимо, тоже как-то напоминает сказочника или баснописца какого-то. Но можем ли мы предполагать, что это автошарж, например, или скорее нет? Мы сейчас уже этого не сможем узнать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!